Добрый день. Недавно в новостной ленте прошло сообщение о исследовании, которое было посвящено интеллектуальному развитию детей, которые родились у матерей, принимавших в период беременности антидепрессанты. Тема приема психотропных препаратов во время беременности, либо незадолго до зачатия, вообще крайне болезненна, потому что понятно, что и, в принципе, уже взрослый здоровый человек, ну, здоровый физически имеется в виду человек, даже при наличии психоэмоционального расстройства, как правило, всегда очень сильно переживает, если ему необходимо принимать какие-либо психотропные препараты, даже по назначению врача, даже по явным необходимым совершенно показаниям, но все равно. Это вызывает определенный стресс-напряжение. Что уж тут говорить, когда речь идет о том, что психотропные препараты назначаются и принимаются беременными. То есть понятно, что так или иначе через плацентарный барьер эти препараты проникают, и ребенок так или иначе получает эти самые антидепрессанты еще в утробе матери. С одной стороны, с одной стороны, конечно, вмешиваться в естественное развитие плода – это самый нехороший, скажем так, вариант. Но, с другой стороны, в некоторых случаях по жизненным показаниям назначение антидепрессантов при беременности становится просто необходимым. И вот, собственно, это исследование было посвящено вопросу, как повлияли антидепрессанты на интеллектуальное развитие детей. И выводы оказались всеми интересными. То есть, если, как правило, мы боимся, наоборот, тератогенного действия психотропных препаратов, какого-то затормаживающего воздействия на психике, расстройства аутистичного регистра, возникновения каких-то психических патологий, то вот это вот исследование выявило, что дети матерей, которые принимали в период беременности антидепрессанты в возрасте 12-15 лет, выполняли тесты на интеллект лучше, чем свои сверстники. То есть, их интеллектуальное развитие, ну, если рассматривать интеллектуальное развитие только в рамках вот этой тестовой оценки, оказалось не хуже, а даже лучше, чем в среднем по их возрастной группе. Следует ли это рассматривать как вот другую крайность, когда, опять-таки, в рамках того самого пресловутого биохакинга, говорится, ну, декларируется, что там чуть ли не каждому второму человеку надо принимать обязательно либо антидепрессанты, либо соли лития, либо еще что-нибудь, ну, и там целую гору всяких препаратов, и вот тогда действительно будет он здоров, счастлив и конкурентоспособен. Не значит ли это, что вообще надо начинать принимать антидепрессанты еще до рождения? Конечно, нет, это полная ерунда, и в этом плане, я думаю, что в этом эксперименте есть две детали, на которые следует обратить особое внимание. Ну, во-первых, как я уже говорил, оценка интеллекта только в рамках тестов крайне-крайне затруднительна. То есть совершенно очевидно, что человек с оригинальным мышлением, с нетривиальным умом, скорее всего, напишет эти тесты хуже, чем посредственность. Скорее всего. Совершенно не значит, что не будет наоборот, что человек с гениальным умом решит тесты великолепно, это тоже вполне возможно. Но тест – это всегда что-то усредненное, это всегда среднее арифметическое, это всегда подгонка под общую, большую, огромную, желательно, выборку. Поэтому, естественно, все, кто из нее как-то выпадают, они могут давать либо лучший, либо худший результат. Особенно сложно в этом плане с интеллектом, потому что, опять-таки, что такое интеллект? Интеллект – это очень много знать, либо интеллект – уметь хорошо применять небольшой объем знаний, либо интеллект – это вообще хитро обойти все поставленные вопросы. Опять-таки, оценить очень сложно. Это раз. Второе. Если мы говорим об оценке детей родителей, матерей, которые во время беременности страдали от депрессии, принимали антидепрессанты, я могу предположить, что, скорее всего, такие семьи несколько отличаются от среднестатистических семей. Почему? Потому что, если во время беременности женщина испытывала депрессивные состояния, при этом это не списывалось просто на беременность, гормоны и так далее, и так далее, а проводилось обследование, проводилось консультирование, проводилось назначение лечения. Более того, несмотря на весь страх перед приемом препаратов, эта женщина пошла на то, чтобы принимать антидепрессанты во время беременности, это, в общем-то, говорит о достаточно высоком уровне развития, скорее всего. Могут быть, конечно, варианты, но тем не менее. То есть, это, скорее всего, осознанное решение, принятое после долгого взвешивания, оценки, потому что, ну, в подавляющем большинстве случаев людей, которых я знаю, всегда выбор идёт в сторону того, что лучше во время беременности я психотропы принимать не буду ни в коем случае. Ну, кроме как по жизненным показаниям, а так вот давайте делайте что угодно, но чтобы их не было. Поэтому вполне вероятно, что интеллект этих детей, которые родились в семье, где матери принимали антидепрессанты во время беременности, обусловлены не теми самыми антидепрессантами, которые принимали их матери, а тем, что, в принципе, уровень развития в семье мог быть выше среднего. Тоже вариант, на самом деле, это надо исследовать, это надо изучать. В статье я этих материалов не обнаружил, поэтому сказать сложно. И что третье, безусловно, положительно, то, что вот такое вот исследование показало, ну, опять-таки, можно придираться к количеству людей в исследовании, хотя тут достаточно много народу было, вот, можно придираться к рандоминизации, к методологии, но, тем не менее, всё равно это исследование показало, что, в общем и целом, даже на фоне беременности приём антидепрессантов, в общем и целом не привёл к какому-то негативному влиянию на плод, и в дальнейшем на ребёнка, и даже наоборот, ну, опять-таки, с некоторыми условностями мы можем наблюдать, ну, как минимум, не худшее интеллектуальное развитие, чем у сверстников, а может, даже где-то в чём-то и лучшее. Поэтому, может быть, это исследование в какой-то степени облегчит назначение антидепрессантов тем беременным женщинам, которые страдают от депрессии. А это, к сожалению, не такая уж и редкость. И зачастую последствия отсутствия вот этой адекватной терапии депрессии при беременности, депрессии в период после родов, в связи с кормлением грудью, последствия вот отсутствия, собственно, адекватного лечения, отсутствия значения антидепрессантов могут оказаться весьма тяжёлыми, если не трагическими. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания.